На что обратить внимание, покупая поддержанный смартфон? Как выбрать поддержанный смартфон? Сейчас в магазинах стало продаваться такое количество смартфонов, что на этой волне очень бурное развитие получил рынок поддержанных гаджетов. В данном видеоматериале мы постараемся осветить данный вопрос и дадим несколько советов на тему, как правильно выбрать бэушный смартфон. Часть информации, связанной с приобретением поддержанных девайсов, мы получили благодаря собственному опыту, другие ситуации не раз освещались многочисленными пользователями в интернете. Выбор того или иного устройства в конкретном случае в первую очередь зависит от бюджета покупателя, что определяет ценовой сегмент рынка бывшего смартфонов. После этого стоит найти подходящий для вас бренд и вовсе не обязательно ориентироваться на модели-флагманы. Зачастую качественные и надежные аппараты представлены в бюджетных линейках производителей и их будет достаточно практически для всех традиционных задач. Таким образом, помимо оценки состояния поддержанного девайса, сначала стоит остановиться на самой методике выбора подходящей модели. Покупатели б.у. смартфонов практичны и не привыкли выбрасывать деньги за ненужные в большинстве случаев функционал, что означает правильный подход к затратам. Другими словами, следует остановить выбор на достаточно современном устройстве, которая сможет хорошо выполнять все нужные ванн-функции не менее 3-4 лет. Здесь важно учесть и качество сборки, применяемые материалы и стойкость к внешним воздействиям. Кроме того, программная часть тоже должна работать хорошо, что зависит от значительной степени от прошивки. С этой точки зрения именно флагманы приобретают особую ценность. Даже прошлогодний или еще более возрастной флагман, как правило, получает самое большее количество прошивок и стабильное обновление. Большая часть пользователей отдает предпочтение именно флагманам. Следовательно, разработчики стараются довести прошивки таких гаджетов до совершенства. Но и субфлагманы пользуются популярностью, а прошивки на них часто можно найти на специализированных сайтах, где публикуется программное обеспечение для выбранного девайса. У кого-то, конечно, установилось другое мнение, ведь далеко не все отваживаются перепрошивать свой смартфон. Ну вот, например, если ваш друг на довольно старомодный девайс поставил превосходный Android 5.2, появившийся благодаря мощной поддержке разработчиков, вам останется только кусать локти со своей новейшей моделью с единственной прошивкой Android 4.4. Итак, с выбором модели мы определились. Далее следует анализ предложений на рынке поддержанной техники. В первую очередь можно поискать на отечественных сайтах объявлений. Здесь стоит проявлять осторожность, поскольку наши соотечественники, в отличие от иностранцев, любят замалчивать некоторые особенности продаваемых телефонов. На опубликованных фотографиях нередко заподозить подвох просто невозможно. Но на поверку оказывается, что в девайсе установлен неоригинальный китайский экран, менялось множество деталей и исправлялись другие дефекты. Как правило, покупатели при личной встрече с продавцом не уделяют должного внимания оценке и изучению покупаемого устройства. Стараются побыстрее купить и начать пользоваться. Это, конечно же, неправильно. Продавцы рассчитывают именно на такое развитие событий, а здесь нужно проявлять немного терпения и выдержку. Совсем не обязательно, что продаваемый девайс окажется настоящим. На рынке сейчас существует и присутствует огромное количество китайских подделок. Поэтому следует заранее подготовиться к встрече и изучить все особенности выбранной модели. Сначала нужно оценить состояние экрана. Следует включить экран и внимательно смотреть его на предмет наличия битых пикселей. Нужно проконтролировать углы обзора, что актуально для моделей двух-трехлетней давности. Какая-либо инверсия, уход в желтые тона или другие оттенки должны отсутствовать под любыми углами. После этого можно обратить внимание на программную часть. Пока что китайцам еще не удается создать идеальные копии программного обеспечения брендовых гаджетов. Если установлена программная оболочка Sense, цвет заряда и часов в статус баре должны быть белого цвета, а не синего. Другими словами, все эти детали должны быть в точности такими, как на оригинальном устройстве. Лучше всего навстречу захватить с собой какой-либо девайс, способный раздавать интернет по воздуху. С его помощью можно будет проверить работу беспроводных подключений и скачать тестовые программы, например, известный Antutu Benchmark. Это приложение покажет модель процессора, другие параметры смартфона, что также должно соответствовать официальным характеристикам. Чаще всего в китайских устройствах можно встретить процессоры Mediatek 6582 или Mediatek 6582M, которые среди знающих людей считаются мусором. Для того, чтобы удостовериться в подлинности, рекомендуется зайти в системное меню. На гаджетах производства HTC в него можно попасть, зажав одновременно кнопку включения и клавишу снижения громкости звуков. Затем нужно выйти в интернет и сравнить увиденное меню с найденными изображениями оригинального. Как пример рассмотрим HTC. Системное меню должно располагаться на белом фоне. В китайских подделках обычно используются синие надписи на черном фоне. Пусть такой шаг может показаться излишним, но в действительности это довольно надежный способ проверки подлинности устройства. На самом деле подделать цифры не проблема. В то время как наладить качество текстур интерфейса, плавность анимации практически невозможна. Итак, если все эти этапы смартфона прошел успешно, попробуйте оттенить свои впечатления от использования им. Если все понравилось, причин откладывать покупку больше нет, все-таки не забудьте поторговаться с продавцом. Для этого дополнительно стоит найти даже мельчайшие недочеты, такие как мелкие зазубрины, царапины и так далее. И обратить на них внимание оппонента. Также можно просто побеседовать с продавцом на дружественных тонах, чтобы расположить его к себе и сбить цену. Рассмотрим покупки в зарубежных магазинах и аукционах. Есть множество сайтов-аукционов, которые пользуются популярностью на Западе. Но лезть в покупки с посредством торгов стоит только тем, кто уже имеет опыт в данной области. Поскольку в сети часто используются специально написанные боты, способные делать ставки на выгодные лоты за доли секунды до их окончания. Гораздо проще приобрести поддержанный товар в магазинах с фиксированными ценами. При выборе между двумя гигантами интернет-индустрии продаж Amazon и eBay стоит помнить, что на первом покупка обойдется дороже, но зато она будет более безопасной. А вот на eBay можно найти просто огромное количество поддержанных устройств и по очень привлекательным расценкам. Однако нередко можно наткнуться на недобросовестных продавцов, которые обманывают покупателей. Хотя, конечно, в большинстве своем продавцы на eBay стараются быть честными. Сейчас, правда, на фоне роста стоимости валют делать заказы за границей не всегда стало выгодно. При всей привлекательности покупки поддержанных смартфонов не стоит сильно увлекаться этим, ведь никто не может гарантировать, что довольно дорогостоящий гаджет не начнет как-то неправильно функционировать уже через два дня использования. По возможности стоит выбирать новые устройства и только после личной оценки всех достоинств и недостатков модели в розничных магазинах своего населенного пункта.